Особое мнение на 101FM В России, да, и я его спрашивала о том, как чувствует себя сейчас бизнес, какие проблемы испытывает, какие сложности, и хочу у вас спросить о том же самом, но только применительно к некоммерческому сектору, в связи с теми сложностями, с которыми столкнулась российская экономика, что сейчас происходит вообще с некоммерческими организациями, в частности с теми, кто работает по грантовым проектам. Мы понимаем, что все подорожало, затратка подорожала, а когда участвовали в проектах, писали сметы, суммы были совсем другие. Есть ли сейчас там какая-то ощутимая поддержка от грантодателей, может быть, от государственных каких-то органов? Есть ли какие-то проекты помощи некоммерческим организациям? Ну, что сказать, некоммерческий сектор как работал, так и работает, это слава Богу. С точки зрения конкурсных механизмов и поддержки грантодателей, мне кажется, все достаточно стабильно, все все понимают, идут навстречу друг другу, и все проекты реализуются. То есть, по крайней мере, насколько мне известно, если говорить о региональных проектах, то все идет по плану, и, конечно, с корректировкой определенных показателей целевых и изменения в сметы, но все, в общем-то, так идет в диалоге с грантодателем. Кроме того, ни один конкурс там федеральный не закрылся, это тоже хороший знак, да, то есть не свернулся. Мы знаем с вами, что сейчас стартовал конкурс, специальный конкурс фонда президентских грантов по поддержке проектов в области общественной дипломатии. Ну, я понимаю, что это такая узкая направленность, но в любом случае это тоже дополнительный механизм для некоммерческих организаций получить поддержку. Конечно. Есть еще ряд специальных конкурсов, таких частных фондов, как фонда Потанина, где можно также получить поддержку. А бизнес не сворачивает свою работу в этом направлении? С точки зрения также благотворительности и поддержки, ну, был момент, когда мы с вами встречались на эфире, когда действительно такой был провал с точки зрения благотворительности и вообще спонсорской помощи некоммерческому сектору. Ну, вот на данный момент, изучая ситуацию и задавая вопросы нашим некоммерческим организациям, стабилизируется ситуация. Это тоже очень хорошо, это очень неплохо. Ну, вот еще как раз конкурсом, если говорить, вы тоже знаете, что, да, конкурс наш по ПМИ, проект по поддержке местных инициатив, на который было выделено 150 миллионов рублей. И также по поручению в Рио губернатора Соколова Александра Валентиновича 30 миллионов дополнительных. Это тоже, ну, то есть, это тоже как бы такой шаг вперед, на мой взгляд, потому что, на самом деле, там все подорожало, и не реализовать те проекты, и, наверное, лучше изыскать возможность дополнительных источников найти, да, чем, например, там вообще завалить ряд проектов, просто их не реализовать, да. Будут стоять там недостроенные дороги или еще что-то, тоже не есть хорошо. Вот, поэтому в целом, в целом, ну, я не скажу, что там какая-то там патовая ситуация, она действительно стабилизируется. Кроме того, все-таки, вот, то, что мы сейчас, да, отменили все ограничения. Коронавирусные. Да, коронавирусные ограничения. Знаете, прямо вот меня очень радует, очень много мероприятий, некоммерческий сектор тоже оживился, потому что у них-то в основном работа с людьми. А как с ними работать, когда мы были, в общем-то, ограничены, да, в условиях. И поэтому здесь вот очень много мероприятий я посещаю в последнее время вот наших некоммерческих организаций, причем очень интересных, ярких. Кроме того, есть и много очень межрегиональных мероприятий, когда приезжают гости к нам, другие эксперты там наши ездят. Ну, то есть началось такое движение, хорошее, хорошее движение, а когда есть движение, всегда будет какой-то результат, на мой взгляд. Причем должен быть хороший, конечно, но в любом случае это вот меня радует, представители некоммерческого сектора. Конечно, может быть, есть у нас еще те организации, которые не смогли поднять головы, так скажем, ну, и вообще не просто еще им, да. Но я уточняла, пока не закрылись организации, ни одна организация НКО не закрывались, по крайней мере, Минюст мне в устном разговоре вот такие, такую информацию дал. Мы, конечно, сделаем потом запрос, да, чтобы официально, чтобы посмотреть статистику. Ну, это тоже показатель, это тоже показатель. Кроме того, ко мне уже в последнее время, вот буквально за два месяца, участились такие обращения, как бы именно помощь в открытии НКО. А, то есть люди готовы приходить в этот сектор, да, сейчас? Приходить готовы, потому что возможности в секторе есть, их просто надо увидеть, разглядеть, но и не сидеть на пятой точке, нужно делать что-то, то есть если ты, в общем-то, деятельный, активный, энергичный, у тебя все получится, в принципе, и надо, надо просто действительно, во-первых, надо, я всегда говорю о том, что если тебя приглашают куда-то, идите, идите, всегда ходите на мероприятия, в гости к другим, там, да, коллегам своим, потому что очень много приобретается. И знания, и опыты, и знакомства, и так далее. Поэтому здесь, вообще, мне кажется, вот сейчас время для какого-то вот, такого очень благоприятного как раз. Любовь же кризис, он такой, из него надо выходить так достойно, да, вот, и мне кажется, очень благоприятное для развития некоммерческого сектора сейчас время, вот, не знаю, у меня такое ощущение почему-то. И есть последнее время, надо просто его использовать, не упускать возможности. Есть что-то, за что, вот вы сейчас так, ну, как бы, позитивно оцениваете, да, ситуацию, хотя и не без минусов, есть что-то, за что, там, хотелось бы поругать кого-то? Ну, не знаю, вот, вообще, поддержка от, там, органов власти, она достаточна или недостаточна? Вот, слушайте, этот вопрос, некоммерческий сектор, мне кажется, мы его задавали этот вопрос, когда был ходит. Мы каждый раз его задаем, да, потому что на бизнес, вроде, внимание обратили, бизнес, он же, он же налоги платит, да, вот, он же... Мы тоже платим налоги, поверьте, да, точно, конечно. Вот это заблуждение, кажется, что некоммерческие организации, это такие... Нахлебники. Вот, вот, слово, даже на хлебники уже нельзя применять к нам, мы абсолютно такие же хозяйствующие субъекты, мы точно так же платим налоги, абсолютно, то есть, да, у нас есть определенные льготы, там, да, по страховым взносам и так далее, но если посмотреть, а это надо, это можно посмотреть, и сколько там, да, у нас какой-то реальный вклад, то он, кстати, очень немаленький, по крайней мере, в некоммерческом секторе Кировской области, он действительно немаленький по итогам прошлого года, поэтому здесь с нами надо считаться обязательно и поддерживать. Так считается? Вы знаете, по-разному, очень по-разному, и не всегда, но, вы знаете, как всегда я говорю, лед не тронулся, но мы его потихонечку топим, так вот здесь, в принципе, та ситуация, где действительно мы, ну, скажем так, раскачиваем вот эту историю о том, что, в принципе, и понимание сейчас у органов власти начинает как-то, да, появляться о том, что действительно, опираясь на некоммерческий сектор и на их инициативу, можно, в принципе, результативнее, более результативно работать, и мы это сейчас видим. Можно показать, что и ты молодец. И ты молодец, да, и ты молодец. Вот, кроме того, когда мы показываем реальные цифры, как ресурсный центр поддержки НКО, сколько привлечено федеральных средств, да, в наш регион, благодаря некоммерческим организациям, а эти цифры достаточно внушительные, то, ну, уже тут не поспоришь с цифрами, понимаете, не поспоришь. Поэтому здесь, конечно, хотелось бы мне еще, чтобы все-таки наш некоммерческий сектор был более активен, вот понимаете? Сами организации. Сами организации, да. Потому что, если смотреть вот там конкурсы, и динамику нашей активности, она такая очень вялая. Вот, и если бы мы вот как-то вот прорвались в этом плане, да, нам бы, мне кажется, очень, ну, это бы нам тоже очень помогло для развития нашего некоммерческого сектора. Потому что я вот вижу по другим регионам, недавно была в Самаре, один из лидеров с точки зрения привлечения федеральных средств, да, в конкурсах, но ведь там и количество участников гораздо выше, чем у нас. Ну и город побольше, надо сказать. Ну, город побольше. Вы знаете, есть такие города, где и примерно, как и мы, ну, гораздо большее количество участников принимает, вот, подают заявки, да, на федеральные конкурсы. Не надо этого бояться. Я всегда говорю, ну, лучше вот сделать, ну, проиграйте, ничего страшного. Тем более, возможно, сейчас столько конкурсов проиграли в одном, переработайте заявку свою, да, там, подайте в другой или попробуйте следующий. Тем более, сейчас, вот, там, фонд президентских грантов, фонд поддержки культурных инициатив, новый, да, фонд, который уже второй год работает. Кстати, ну, я вообще считаю, что с точки зрения тех, кто может участвовать в этом конкурсе, это вплоть до бюджетных учреждений, да, то есть это тоже, кстати, большой плюс. Потому что бюджетные учреждения, мы всегда говорим, это тоже некоммерческий сектор. По большому счету, только они, да, у них учредители государственные, да. Нет, у них только, нет, нет, у них такие же функции выполняют. Единственная разница, это они государственные, да. У меня почему-то словосочетание бюджетных учреждений всегда вызывает картинку перед глазами какой-то небольшой такой сельский дом культуры, которому денег не хватает ни на что всё время. Не знаю, почему, Наталья. Или библиотека какая-нибудь маленькая. Вот надо менять тоже эту ситуацию, потому что, на самом деле, в районах этой области, ведь у нас очень мало некоммерческих организаций, по крайней мере, юридических лиц, инициативных людей много, а юрлиц очень мало. Вот была недавнего парина, но у них одна некоммерческая организация. На район. На район. Ну, что можно с этим сделать? Да, она может, но она не может тоже, у неё тоже ресурсы неограничены, да. И поэтому, конечно, если бы открыть ещё там 2-3 организации, было бы здорово. Но когда бюджетные учреждения являются там партнёрами или могут также участвовать и привлекать средства в свою территорию, что в этом плохого? Я думаю, что рано или поздно всё равно и наши бюджетные учреждения, ну, их надо просто мотивировать и стимулировать к участию в конкурсах точно так же, а не просто там финансировать, да, и все закрывать их там огрехи. Ну, и что, что они привлекают средства там на закупку дополнительного оборудования и так далее, в этом ничего плохого нет. Они ведь реально-то работают и проводят мероприятия. Поэтому мы говорим сейчас с вами вот о федеральных средствах, но если говорить о мерах поддержки на нашем уровне, да, конечно, на мой взгляд, их пока недостаточно. Надо развивать эту систему поддержки, потенциал огромнейший. У нашего некоммерческого сектора это отличает очень многие. Вот мы проводили слет НКО в июне месяце, к нам приезжали эксперты из других городов, в частности, Тольятти, например, Самарская область, где они одни из первых в своё время начали развивать тему фондов местных сообществ, и она у них достаточно так хорошо поставлена. Вы знаете, они вот уже не первый раз у нас эти гости, и они отмечают всегда, что у вас действительно очень интересный некоммерческий сектор, очень разный, очень потенциальный, очень такие хваткие, деловые, вот понимаете, вот те, кто уже не случайные люди, я говорю, а именно те, кто вот такой костяк у нас некоммерческий сектор, очень достойный, очень достойный. Этот потенциал, конечно, нужно развивать, на первых этапах помогать, если там, например, на этапах открытия, да, и так далее. Ну, например, вот я недавно познакомилась, у нас открылась организация, автономная некоммерческая организация «Я сушист». Ой, это что такое? Да, вот можете потом пригласить гости. Подожди, это суши? Да, это суши, это суши, это как раз, это, и сейчас мы с ними вот обсуждали уже подготовку профориентационного проекта в школах, именно вот профориентационного с точки зрения там поварского, кулинарного дела, да, что они там будут обучать мастер-классы, какие-то давать основы там, да, каких-то там кулинарии, изготовлению суши. Какая-то необычная вообще, на самом деле, ориентация. Очень необычная, вы знаете, даже для меня, нет, это, кстати говоря, почему, можно же пробовать себя на разных, как бы, да. Не-не-не, я к тому, что там, а как национальная кухня-то. А, ничего страшного, я думаю, это же начало, да, начало. Ну, на самом деле, вот я была сама удивлена, что вообще можно ведь было выбрать форму там ООО, там еще что-то, да, выбрали форму ОНО, то есть выбрали форму некоммерческой организации. Когда я задала вопрос, они не так давно зарегистрировались, мне сказали, ну, потому что мы видим возможности, мы видим возможности, они есть, вот, ну, это в основном, конечно, сейчас конкурсный механизм, ну, можно же делать что-то, что-то и больше, там, продумать какую-то систему там мотивации, стимулирования, да, инициатив, проектных дел. Кроме того, на мой взгляд, все-таки, ведь это не просто история проекта, многие как думают, вот недавно мы, уважаю я очень одного товарища из нашего министерства финансов, мы с ним часто дискутируем, но всегда это дело по-доброму у нас заканчивается. Вот он говорит, ну, что такое, вот, я понимаю, что такое ППМИ, там, например, да, там, ну, они вот построили по этой дороге, ходят, ездят там, да, в этом парке там. Сквер благоустроили. И так далее, да. А социальный проект, что это? Это какой-то вот короткий там проект, вот они там реализовали, освоили бюджетные деньги, да, да, и то там еще неизвестно как, вот, там есть сомнения же всегда у финансистов, вот, и все на этом, история закончилась. Вот здесь, вот здесь очень многие заблуждаются, и я вот могу привести сейчас примеры. В этом году у нас в Кирове, в Кировской области вообще почти каждое выходное проходят фестивали, почти каждое выходное фестивали, праздники в муниципальных образованиях Кировской области. Меня, ну, это здорово, конечно, вот, здорово, что все это вот ожило тоже, и, кстати говоря, вот один из таких примеров, это фестиваль «Железо в Белой Холунице». Я в этом году сама побывала там, поскольку он реализовывался, в том числе с поддержкой фонда президентских грантов. Так. А так как общественная палата занимается общественным мониторингом реализации проектов, то... То вы поехали с инспекцией. Мне всегда интересно. Нет, я поехала с точки зрения интереса, да, общественного там контроля, наверное, да, какой-то, да, как это реализуется. Вы знаете, вообще, честно говоря, вот из таких маленьких инициатив, а ведь это же была небольшая инициатива тоже, да, в свое время, вырастают вот такие, ну, действительно, серьезные масштабные праздники. Это, ну, во-первых, за счет этого и благоустраивается очень классная там сама территория, да. Столько было гостей из других городов, вы не представляете, там... И только из Кировской области, да? Очень много я познакомилась с разными, да. Кировская область там, я не знаю, ну, Кировская область тоже много было людей, гостей из других районов, но было много гостей из других регионов. Вот. Сама атмосфера, само вообще вот, само это пространство, в котором все это организовано, вся любовь, с которым это все организовано. И вот такие мероприятия, они уже, как бы, на самом деле вырастают такие масштабные мероприятия не только Белой Холунинского, там, Белохолунинского района, а именно Кировской области. Это должно быть вот нашим каким-то тоже там... Ну, это презентационное уже по факту мероприятие получается, да? Абсолютно точно. Дальше, значит, вот мы... И на самом деле, когда вот такая маленькая инициатива вырастает там при поддержке конкурсов, да, конкурсных механизмов, дальше это уже действительно должно быть поддержано на уровне там областном, там, да, региональном. То есть это должно быть или заноситься в госпрограмму, да, финансироваться через госпрограмму, может быть, где-то какой-то отдельный план мероприятий культурных, да. Ну, и, соответственно, чтобы у них еще и больше рассказывали, больше привлекали внимание, ну, наверное, тоже надо средства, вы же как представитель СМИ тоже понимаете это, да? Ну, конечно. Да, чтобы... Потому что очень многие даже не знали, я в свой пост когда разместила. Даже я не знала. Многие... Вот читайте мои посты, потому что я не буду эти... Хорошо. И на самом деле многие, вот кто потом по моему посту съездил, вот прочитал и съездил, они меня потом писали в личное сообщение, большое спасибо. Я про фестиваль сыра слышала? Значит, вот фестиваль железа, да. Вот мой маленький младший сын, он там сам смог выковать то, чего он захотел, там, нет цветок, да. Причем он это делал все сам, от начала и до конца. Ну, это он прям до сих пор, по-моему, еще это... Спит под подушкой у него этот цветок. Он настолько... Это ведь... Ну, на самом деле это очень необычно. И это ведь и история, это ведь история Белого Холуницкого района, почему именно там он зародился и так далее. То есть там много очень фактов, о которых можно говорить. В общем, праздник это не про шарики-фонарики, да? Это не про шарики-фонарики, конечно. Разные люди. Нет, конечно, там есть и танцы, и песни. Но там столько было разных таких действий, мастер-классов. Это и кузнечная каша, это и кузнечная свадьба, где там молодожены тоже себе ковали, да, там дальше. Это... Ну, я вот не успела все обойти. Я не успела обойти вообще все вот там точки, площадки. Я поняла, что надо приезжать раньше. А значит, вставать раньше и приезжать пораньше, чтобы это все успеть обойти. Ну, а потом это взаимодействие, это общение, и я не знаю, ну, много очень плюсов. Поэтому... И это ведь не единственный праздник. У нас таких много очень праздников и фестивалей. Вот давайте фестиваль «Сыры на вятке», да? Ну, это вообще инициатива, которой, ну, точно наша организация причастна, и мы причастны. И, честно говоря, в нее мало верили. Да, в нее мало верили многие вокруг. В прошлом году инициативная группа «Села Угор» подали заявку на наш конкурс «Отличное дело», который организовывался Нижегородской организацией служения. Мы являемся координаторами в Кировской области этой организации. Это грантовый конкурс. Для инициативной группы 25 тысяч рублей. Все, понимаете, 25 тысяч рублей. Это максимальная сумма. Это была максимальная сумма, да. Там не для юрлистов, а именно для инициативы. Для проведения какого-то разового мероприятия, там, да, например, или каких-то тоже там несколько, рядом мероприятий. И вот одним из победителей у нас стали «Сыры на вятке». Конечно, когда мы там и с экспертами долго спорили, как-то не очень понимали, о чем это и зачем это. Не то чтобы о чем, это было интересно, но как-то нам казалось, а вдруг это все вот разово и все на этом. Вот, они провели его в прошлом году. Ну, понятно, эти 25 тысяч были на что там? На элементарно какие-то там баннеры, на какие-то вот корзинки, куда положите там сыр и так далее. Ну, то есть куда поставить это все, да. То есть, понятно, сами все на энтузиазме они организовали, но в прошлом году там была пандемия и был ограниченный круг людей. Вот, и фестиваль был, и было, ну, такое, может быть, около там ста человек людей, но прошел он очень достойно. Прошел он очень достойно. Кроме того, у нас этот проект представлялся потом в Нижнем Новгороде вместе с сырными тарелками и так далее, да. И он, на самом деле, вызывает большой интерес всегда у людей. Что вы думаете, в этом году, да, вы слышали уже. То есть они реально, они нашли возможности. Конечно, они еще не нашли там особых там поддержки в региональном бюджете, да, и так далее. То есть для этого надо тоже работать. И мы, кстати говоря, уже там договорились, что будем какие-то предпринимать шаги, чтобы это действительно тоже был фестиваль, вошел как-то в программу, да, там, или Министерство культуры. Надо посмотреть. Здесь такая пограничная история про сыры. Так вот, честно говоря, я масштабу нынешнего мероприятия были очень удивлены. Потому что, во-первых, это было большое, ну, по их, по оценке организаторов, это было около полутора тысяч человек на фестивале. Но это, представляете, это село Угор, деревня Тайник. Это вообще, это маленький населенный город. Это где? Это где вообще? Это Верхошижимский район. Так, ну, не очень далеко от Кирова хотя бы. Это недалеко от Кирова, слава богу, поэтому было очень много кировчан. Было очень много кировчан, потому что молодцы организаторы, они очень много ВКонтакте рассказывали о своем фестивале и приглашали всех. Ну, в общем, картина была такая, что, конечно, сыров многим не хватило. Потому что это было разобрано очень быстро. А потому что не ожидали такого количества людей. Ведь людям тоже куда-то надо выезжать. Ведь мы же выходные где-то надо проводить, да? Особенно когда такая хорошая погода. Особенно летом. Ну, когда, если не летом? Мы же не все можем уехать за пределы Кировской области, да, там, финансовые и так далее. Потому что не нужно. Потому что, честно говоря, ездить, вот, когда я с мужем съездила на фестиваль Железенку, ну-ка, все, каждый выходной будем куда-нибудь ездить, я с тобой. По области, да? Да, потому что настолько, оказывается, то есть он даже не ожидал, что так может быть. Понимаете, что бывают такие вот мероприятия в районах области. И вот фестиваль сыров, мы, хочу сказать, что просто вот я хочу, это пример, когда из такой маленькой инициативы, абсолютно, может быть, изначально, казалось бы, там, не жизнеспособной, и фестиваль сегодня уже на второй год уже такие обороты набрал. Конечно, там есть над чем поработать, доводить до совершенства, но это нормально. Но я и по фестивалю жить, это точно, потому что, когда уже так заряжены многие, причем, я так поняла, многие сыровары уже приезжали из других тоже районов. У нас же есть небольшие, да, вот такие умельцы, фермерские, да, хозяйства, которые вот как раз могли приехать и представить там, да, свою продукцию. Вот, вот это пример того, в общем, и вот здесь вот нужна поддержка. Вот как раз когда, да, я понимаю, но они, если их не поддерживать совсем, то это тоже на одном энтузиазме, это же тяжело. Я просто знаю, как организаторам это досталось. Они там проводили и беспроигрышные лотереи, собирали у нас, ездили по всем нашим организациям, общественная палата бюджетная. Вот остаются у вас сувениры, подарки, которые вроде бы, может, вот, знаете, там, выкинуть жалко, но они вам не особо нужны. И вот это была такая лотерея. Это тоже им подсказали идею. И в Тольятти они проводят у чиновников, у випперсон, собирают вот такие сувениры и проводят лотерею среди людей, гостей мероприятия. Прошло, прошло, и здорово. Я думаю, что следующий год надо уже искать поддержку в региональном как-то бюджете, да. Нет, я не говорю, что 100%, но хотя бы какая-то поддержка там, да, частично. Если будет, это будет здорово. Это будет здорово, и здорово, что вот на этот фестиваль сыров приехали там и представители власти. То есть это все посмотрели своими глазами. И это тоже хорошо, это тоже правильно, когда они видят, что это реально работает. Вот. И, ну, вот, наверное, вот об этом надо рассказывать как можно больше, и как можно чаще всем и везде, чтобы, ну, чтобы вот такие инициативы как раз развивались, прорастали и стали нашей визитной карточкой, понимаете, нашего региона. Потому что много говорим о том, что там, о привлечении, да, там, гостей, туристов. Ведь у нас есть, чего показать и чем похвалиться. Не только дымкой, да. И не только Юркин парком. И не только Юркин парком, да. Далеко не только Юркин парком, да. Туристы, конечно, конечно, вот такими вот мероприятиями. Поэтому, ну, и крестный ход у нас еще есть замечательный, куда к нам приезжать. Вот, поэтому надо вот эти вот моменты поддерживать, развивать. И я всегда очень рада, когда вот, ну, у людей получается. Меня прям вот греет душу, да. И думаю, ну все, мы не зря работаем все вместе. Потому что это командная работа, конечно, партнерская работа. Вот, и молодцы люди у нас, которые вот на каком-то таком энтузиазме, иногда просто абсолютно думаешь, откуда сил, откуда эмоций, энергии хватает, да, это все осуществить. Молодцы, ничего, хватает. Они делают это, потому что они любят свою территорию. Они любят там, где они, вот то место, где они живут. Понимаете, оно ведь, в принципе, вот если туда съездить, ну, не сказать, что оно там вот, оно красивое, да, но оно ведь не обустроено, не там, да, не... Не курорт в нашем понимании, да. Но если все с умом сделать, да, то можно сделать прекрасную вообще историю. Поэтому вот здесь уже нужна поддержка государства, которой пока нет. Вот про поддержку хотелось бы поговорить, про грантовый конкурс наш местный. Про местные инициативы вы сказали, грантовый конкурс наш региональный. Да, грантовый конкурс у нас региональный будет. Как раз для маленьких организаций, ведь он, насколько я помню, да, есть для маленьких проектов. Нет, он для всех организаций. Грантовый конкурс региональный, он для всех организаций. В этом году на него выделено 14 миллионов рублей, 7 миллионов – это областной бюджет, и 7 миллионов – это софинансирование фонда президентских грантов. Это много или мало? Это немного, это крайне мало для нашей области, и вообще, если сравнивать с другими регионами, это крайне мало. Но надо сказать, что когда мы встречались с Рио-губернатором Александром Валентиновичем Соколовым, обсуждали это, у него есть понимание, что надо увеличивать грантовый пол, и он, в принципе, уже дал поручение о том, чтобы действительно в следующем бюджете другая была цифра. А тут надо понимать просто, чем больше мы заложим у себя в бюджете, тем больше мы получим из федерального софинансирования, потому что там 50-50 идет. Ну, у нас идет коэффициент 100%. Можем получить чуть меньше, но в любом случае 100% тоже шансы очень хорошие получить, тем более мы уже второй год получаем 100% софинансирование. Но, что надо сказать, конечно, мы же с вами понимаем, что это ведь история не только про региональные конкурсы. Я почему сказала про маленькие, да, потому что мне кажется, кажется, вот об этом мы с вами говорили, о том, что грантовый конкурс местный, региональный, это такая хорошая возможность для небольших организаций, которые пока еще стесняются участвовать в конкурсе президентских грантов, да, и боятся, что они не получат там поддержки. Для них это вот такая возможность первый шажок сделать. Посмотрите, значит, у нас ситуация такая, мы очень много говорили об этом, что это вообще конкурс был для всех, для всех, неважно, организация может уже там 15 лет участвовать в грантах, и организация, которая только первый грант пишет. Понимаем, да, что они в разных условиях абсолютно, и они не конкурентные вообще, это, ну, нельзя, там, как всегда говорят, нас сравнивать с Москвой, но то же самое. Мы здесь, что предлагали министерству, наш ресурсный центр, общественная палата предлагали разделить, все-таки сделать номинации две в рамках конкурса, то есть одна номинация для опытных и для новичков. То есть здесь уже как бы более такие, ну, скажем так, понятные условия, и полегче будет новичкам. И в этом году, по крайней мере, порядка еще нет проведения конкурса, он должен быть объявлен где-то буквально там, может, в течение недели-двух, но в проекте порядка есть эти номинации, разделение есть. Единственное, что для новичков сумма должна быть меньше, это нормально. Они, если никогда не реализовывали гранты, ну, хотя бы попробуйте на небольшой сумме, да, потому что отчитываются. Потренируйтесь на кошках. Да, потому что отчитываться в областном конкурсе очень сложно, это бюджетное средство, очень сложно, крайне сложно. Некоторым прям, они даже вот, некоторые уже говорят, мы не будем никогда больше участвовать, кто-то вот уже так вот тяжело отчитывается. Несмотря на то, что министерство старается и как-то в конструктиве решаем вопросы, но очень много препонов бюрократии, поэтому надо уходить от этого, и мы тоже обсуждали это с нашим руководством, чтобы все-таки искать новые схемы проведения этих конкурсов, то есть через других операторов, то есть чтобы не был оператором министерства внутренней политики, потому что, ну, это правда сложно. Вот как по принципу фонда президентских грантов, да, то есть когда деньги попадают в фонд, это уже не бюджетные деньги, и здесь работает только налоговый кодекс, а бюджетный кодекс уже не работает вот в том, в полном смысле этого слова. В полном смысле отчетности. Да, в полном смысле отчетности, потому что на самом деле, по факту, вот давайте уже это говорить честно, и отчетность фонда президентских грантов, она в разы легче, чем отчетность на региональном уровне. На региональном уровне, да, да. Вот, поэтому я не скажу, что это только у нас такая ситуация. Там, где операторами являются министерства, да, то, конечно, препятствий гораздо больше, вопросов гораздо больше. Вот, ведь мы же, конечно, многие реализуют проекты и не думают об отчетности в первую очередь, да, в первую очередь думаем о реализации. Если мы говорим про людей-энтузиастов, то у них глаза горят как раз на то, что это сделать, а не на то, чтобы бумажки потом заполнять. А потом, когда с бумажками сталкиваются, конечно, за голову-то хватает. Но этому надо тоже учиться, потому что вы все-таки получаете средства, надо уметь отчитываться эти средства. Ничего в этом страшного нет, тяжело на первых этапах, но если ты пройдешь этот путь, да, как бы уже там, хотя бы реализация одного проекта и отчета, то, в принципе, я думаю, он будет понятен тебе уже. Ты даже уже избежишь, когда ты будешь готовить следующую заявку, ты будешь избегать некоторых вообще там статей в сметах расходов, по которым очень сложно отчитаться. То есть сделаешь выводы, это опыт, поэтому, я думаю, тут не должно быть это препятствием, не должно отпугивать людей. Но показывает практика, что у нас как раз, когда был первый конкурс, да, в 21-м году, нет, сейчас был третий уже, в 20-м году мы его, да, реанимировали. У нас было очень хорошее количество заявок, почти 100 заявок, а вот в прошлом году количество заявок уменьшилось. То есть тут это значит, что все-таки, это не потому, что нет интереса, а потому что, видимо, вот... Кого-то напугивает отчетность. Да, отпугивает механизм, поэтому здесь надо, конечно, вот над этим тоже нам надо работать вместе с министерством, и, слава богу, понимание есть, видение есть. И также в Рио-губернатору мы тоже об этом говорили, и он тоже готов выслушать все предложения со стороны общественников, как сделать это лучше, так, чтобы было всем удобно участвовать в этих конкурсах. Мы сейчас убегаем с вами на рекламу на полторы минуты, на минуту примерно, и вернемся. Наталья Шевко сегодня у нас в гостях, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества общественной палаты Кировской области, заместитель председателя палаты и председатель Кировского регионального отделения Российского общества знания. Мы продолжаем про региональный грантовый конкурс. КПИ? КПИ. КПИ. КПИ, да, наших министров, да, на одном из совещаний, также в Рио-губернаторе, Александр Соколов, сказал, да, что в один из КПИ будет как раз привлечение, сколько там министерство привлекло федеральных средств. В Кировскую область. В Кировскую область, да. Поэтому здесь та же самая история, то есть чем больше мы заложим на грантовый конкурс, тем больше мы привлечим федеральных средств, это раз. Во-вторых, надо сказать, что когда наши организации уже участвуют, правильно вы сказали, в областном конкурсе, получая опыт, далее замахиваются на более серьезные конкурсы, привлекают федеральные средства, это тоже здорово. Кроме того, в рамках проектов многие привлекают еще и средства бизнеса, спонсорские средства. Это тоже хорошо, это тоже большой плюс. Поэтому здесь надо просчитать, сколько на один бюджетный рубль привлекается, вот затраченных, да, привлекается других средств. Это сделать не очень сложно. Если этим задаться, то это сделать даже не то, что можно, нужно, чтобы понимать, куда нам двигаться дальше, да, и надо ли двигаться дальше. Вот. Поэтому меня радует понимание сейчас нового, да, нового в Рио, потому как вот понимание вот этого механизма. Понимание и поддержка есть вообще 100%. Решение уже до нового, по крайней мере, до нашей встречи поручение проработать этот вопрос именно об увеличении грантового фонда областного. Значит, сейчас в августе где-то уже будут, я так понимаю, формироваться уже бюджет на 23-й год. И, ну, по крайней мере, мы со своей стороны тоже будем, со стороны общественной палаты тоже будем, как бы, предлагать, увеличить этот грантовый фонд. Поэтому мне все будет понятно к концу года. Насколько увеличить? Ну, мы думаем, что надо замахиваться на миллионы в 15, чтобы получить... То есть в два раза, в два раза, да? Мы же начинается конкурс с 10 миллионов, потом нам уменьшили, сделали 7. Поэтому я думаю, что это вполне реальная сумма, и, в принципе, от нее будем отталкиваться. Понятно. Да. Так, 650 лет. 1 сентября стартует проект. 650 дней до юбилея Кирова. И вот здесь это тоже ведь история такая, в которой некоммерческий сектор наверняка может принимать активное самое участие. Конечно. Вот. Но я прежде всего вас спрошу. Вот очень много говорится о проектах, которые надо сделать к юбилею. Отремонтировать фасады, дороги, переложить трубы какие-то, построить мосты, тоннели там и еще что-то. И вот ощущение такое, что это вообще не про праздник, ребята. Мы пользуемся праздником ради того, чтобы сделать те вещи, которые мы вообще-то и так должны делать. Праздник это про другое должен быть. Или это не так? Ну, слушайте, праздник праздником. Ну, вы смотрите, мы когда с вами к празднику готовимся, да, прием у гостей, мы что делаем с вашей с вами в квартире? Нет, слушайте, мы не делаем ремонт в квартире. Мы ремонты не делаем, но мы все равно прибираемся, мы убираемся. Хотя бы это-то можно сделать, да, вот перевести в порядок город хотя бы с точки зрения, ну, это же праздник, это гости, это люди, да, и чтобы можно было, их не стыдно провести по улицам городов, поэтому ничего в этом нет такого, что если там благоустройство фасадов и так далее это состоится, то это будет хорошо. Конечно, я не говорю, что это плохо, я говорю о том, что все сосредоточились почему-то вот на таких инфраструктурных вещах и не думают о чем-то, о чем-то более, там, не знаю, наполненным смыслом, интеллектуальным, о чем-то, ну, вот, не знаю, культурным. Это вам так кажется, да, культурным. Ну, слушайте, у нас есть целое министерство культуры, у нас есть целый организм, который, да, если говорить сейчас о насыщенности самого праздника, то, конечно, я думаю, там, над программой надо работать, и это не совсем история, наверное, общественников. Как раз общественники, они больше, наверное, все-таки должны там в своих сферах, да, там, продемонстрировать свою активность, инициативность и там, и так далее. Мы давным-давно уже, там, я не знаю, года три назад еще на площадке общественной палаты мы собирали целое пленарное седание, говорили, что тогда уже надо было подходить к этому вопросу, и нам говорили о планах, рассказывали. Конечно, там много было предложений, в том числе и про ливневку, вот, помните, нашу. Ну, слушайте, ну, вот, ливневка точно, наверное, не к 650-летию. Это вообще проблема, которую надо решать, там, независимо, если будет нам 650 или не будет. Жить мешает сейчас. Это мешает жить сейчас, конечно, вот, то есть, но какие-то вещи сделать к 650-летию, мне кажется, как раз, которые, вот, я бы, например, там, уже, там, когда, там, через 20 лет шла и говорила, вот это, вот, 650 лет, там, сделано, да, там, нашими людьми, там, да, вот, подарок Дню Города, например. Не знаю, что мне не хватает в нашем городе, вот, мне не хватает все-таки скверов и парков. У нас очень много небольших скверов, которые совсем заброшены. Они в шаговой доступности от людей, где можно посидеть, погулять, да, там, ну, они ведь, вообще, ну, туда страшно даже зайти, да, мы сейчас вот даже с вами по центру пройдем и увидим несколько таких скверов. Очень неприятно, мне кажется, у нас вот, вот, надо таких больше нам общественных пространств, где просто люди будут находиться, чтобы люди все-таки выходили из дома, дети, молодежь куда-то выходила, потому что для молодежи, мне кажется, вообще нет пространств никаких вот таких общественных, очень мало, ну, крайне мало, там, назвать можно, на одной руке хватит, потому что, вот, мне этого не хватает, вот, и мне с точки зрения там даже, там, куда повезти детей, здесь детьми провести время. Опять же приведу пример, потому что вернулась только из Самары, да, вот я каждый раз, я там очень развита парковая вообще сфера, конечно, парки там потрясающие, во-первых, они все в цветах, да, они очень благо, они за ними ухаживают, деревья поливают, если жарко, ну, то есть там деревья поливают, да, вот такое я увидела в этом году, и вот уже было вообще деревья, вот стоит этот распылитель, и вот он поливает деревья, ну, потому что, когда постоянная жара, там, за 35 градусов, конечно, видимо, и деревья требуется, требуется этот, да, уход такой. Мало того, есть какие-то парки, ну, скажем так, тематические, да, есть парки, я вот, например, там, и каждый раз эти парки, они, кстати, вообще не стоят на месте, то есть неважно, сколько лет городу, но если я была в этом парке в прошлом году, я вот в этом году, вот в этот же парк пришла, я там опять новое открытие для себя, вот там, да, у них целый сказочный городок для, там, для детей, вот там, в этой сказке и взрослым хорошо, потому что там вот на любой вкус и цвет, да, столько разных фигур, архитектур, все фотографируются, там столько, я не знаю, это, я даже не поняла, куда я попала сначала, да. Сейчас вам скажут, хорошо, Самария, у них там рядышком под боком автоваз. Ну, вы знаете, тут вот, ну, слушайте, ну, давайте будем говорить, а что 50-летие не только в разрезе, там, бюджетных, федеральных средств, мы говорим, надо привлекать федеральные средства, но и средства бизнеса тоже. Бизнес-то подключайте тоже к этому вопросу. Я не думаю, что бизнес скажет нет во всех вопросах. Им тоже это интересно, наверное, да, там, развивать свои территории и так далее, вкладываться в свои территории. Но я вот не видела, что с бизнесом обсуждали бы вопрос, там, да, 650-летие. Может быть, не только с общественниками, это надо сделать. Их пока просто пугать не хотят. Мало того, вот, например, депутаты сейчас, у нас выбранная кампания, я говорю, ну, вот, 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 честно говоря, вот, лучше бы вот каждый кандидат предложил что-то, например, 650-летие или сделал, вообще реально бы сделал, да, вот, потому что, ну, потому что такие деньги навсегда на избирательную кампанию тратятся, вот, честно говоря, мне кажется, вот они бы лучше вот на такие вещи хорошие, добрые. Вот, потом, вы знаете, я смотрю, так-то ведь у нас даже, как сказать, уже начинаются возрождаться какие-то такие праздничные тоже вещи. Вот недавно я там увидела в одном из микрорайонов, у нас там проходила вечерка. Вечерка, где там люди, местное сообщество, жители собирались, там, гармонии, песни, там, военных лет, еще как-то. То есть это же тоже вот как бы определенные, да, такие вещи, то есть вот активности, да, в ряде наших микрорайонах там, да, городских. Вот, поэтому, я не знаю, мне кажется, вот, если бы мы хотя бы создадим место, где люди могут собираться, оно будет комфортное, да, оно будет комфортное, оно будет, как бы, интересно, и людям будет туда тянуться, то это уже хорошо, это уже здорово. Потому что вот молодежи наши негде собраться, я уже говорю про это. Вот памятник, да, скейт у нас, да, вот. Мы все это видим. Это же варварство, да, на самом деле, но я, из другой стороны, а куда им идти-то? Ну, давайте, если вот эта точка притяжения, ну, давайте подумаем, где здесь можно недалеко сделать небольшую какую-то такую скейт-площадку там, да, для их занятий. Ведь они, в принципе-то, неплохим делом занимаются ребята, да. Не с пивом сидят. Не с пивом сидят, да, у памятника, но ведь там уже вся плитка разбита, да. Да, в общем, это, конечно, безобразие. Вот какие-то вот такие площадки, да, спортивные, как можно больше, да, чтобы... Вот люди выходили на улицы, понимаете? Вот пусть это будет маленькая спортивная площадка, но она будет людям удобна, чтобы нам не надо было ехать через весь город, да, чтобы там покататься, например, там на скейтах. Вот какие-то такие вещи. То есть вот для меня, мне кажется, это правильно, чтобы делать комфортным вот наш город. Для того, чтобы в нем проводить хорошо время, гулять, отдыхать с семьей, там, друзьями и так далее. Вот это было бы уже хорошо, если бы мы сдвинулись в этом. И, кстати говоря, одно из предложений общественников, это как раз проведение конкурса. Конкурса на вот создание общественных пространств города. Я считаю, это очень хорошая инициатива, причем там могут участвовать в этом конкурсе пока вот по предварительным данным. И не только юридические лица, но инициативные, физические лица, инициативные граждане. Вот это большой плюс. Это уже хорошо, это уже снимает бюрократические препоны какие-то. Две минуты у нас остается, Наталья, еще одна тема, которую хотела с вами обсудить. На улице Кирова сообщают наши коллеги, могут вернуться киоски с прессой. История, ну, мы все помним, да, ушли киоски Роспечати. Огромное, кстати, количество было звонков в нашу студию. Почему власти закрыли киоски с печатной прессой, где теперь покупать газеты и прочее. Ну, вот сообщают, что некий иногородний инвестор собирается в нашем городе вроде бы развивать этот бизнес. И в августе уже должен представить свои предложения по расположению ларьков. И тут вопрос, вот я, насколько помню, уходили из-за нерентабельности. А что будет сейчас? То есть вот придет человек... Ну, если он хочет заходить, значит, понимает, просчитывает. На самом деле для людей не важно, кто откроет это, да, эти ларьки. Для людей, для кировчан, для кировчан. Да, но главное, чтобы это было. Ну, то, что это актуально и нужно в городе, где почти треть населения пенсионера и люди, которые читающие, которые действительно привыкли к газетам. И обращения эти были не только в ваш адрес, они были в адрес общественной палаты. Мне личное сообщение просто было очень много, значит, тоже таких вот обращений о том, что нельзя этого делать. На съезде союз журналистов, вот Роман Даниил презентовал опрос, опрос, значит, среди жителей Кирова, да, какими средствами массовой информации они пользуются, 20%, это как раз печатное издание. Я думаю, это даже, может, даже чуть-чуть нижнее. Ну, каждый пятый человек, да, получается. Каждый пятый человек, мы лишили его доступа. Куда мы пойдем? Я сама очень любила покупать газеты. Ведь, знаете, мы делали запрос в администрацию города, получили, конечно, безобразный ответ, отписку о том, что у нас есть газета «Наш город». И она распространяется в таких-то точках. Газета «Наш город» очень хорошая газета, ничего плохого. Но люди привыкли, слушайте, а где федеральная пресса? И так далее. Как мне написала одна дама в ВКонтакте, в моем личном сообщении, вот так мы проигрываем информационную войну. Понятно. В общем, надо возвращать и надо поддерживать. Надо поддерживать, и я запусть, хоть какой инвестор придет, главное, чтобы он пришел. И действительно вернулась вот эта вот история с доступностью продажи печатных изданий. Потому что это ведь не только и газеты, это ведь и книги, люди привыкли к этому. И мы на самом деле, это доступность. Это должно быть шаговой доступностью. Конечно, конечно. Спасибо большое, Наталья Шудько. Время наше, к сожалению, заканчивается. Заместитель председателя общественной палаты Кировской области, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества, председатель Кировского рекотделения общества знаний в нашей студии была. Мы прощаемся, но, надеюсь, ненадолго. До свидания. До свидания. Всего доброго.